Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро всем, кто нас сейчас слушает, кто только что к нам подключился, кто слушает нас с восьми утра. Мы продолжаем. Утро на Радио Болтком, а сейчас личное утро на Радио Болтком. Ведут эту программу Ольга Авдевича. Еще раз доброе утро. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер в студии Евгений Копеин. А гость, который представит свое личное утро и вообще не только утро, расскажет и про день, и про неделю, и про несколько будущих месяцев ближайших, в которых нас ждет что-то очень интересное. Это известный человек в Латвии, известный продюсер и директор Балтийского концертного агентства Владимир Икусов. Доброе утро. Доброе утро. Володя, у нас в гостях не просто так, у нас очень интересный и важный такой информационный повод. Сейчас Владимир Икусов готовит мероприятие по празднованию юбилея латвийского студенческого отряда проводников. Это такая очень интересная страница истории страны, истории рижан. И вот мы поговорим об этом. Володя, расскажите, когда это будет происходить и как возникла вот эта идея вернуться туда-назад в ретро такие добрые воспоминания и собрать всех снова? Ну, я начну с другого. Дело в том, что такое отряд проводников, конечно, на сегодняшний день мало вообще себе кто представляет, особенно современные студенты. Несмотря на то, что они сейчас довольно продвинутые, они все, так сказать, в интернете и так далее, и так далее. Но такое студенческое братство, которое было в то время, им просто неведомо. Им никогда, наверное, не будет ведомо. В то время латвийский студенческий отряд проводников работал в вагонном депо Рига-Пассажирское. И каждый год в этом отряде участвовало от нескольких сотен до тысячи с лишним человек. Студентов латвийских вузов. Да, студентов и учащихся латвийских вузов и техникумов. Вообще была другая, конечно, ситуация, назовем ее так, железнодорожная ситуация в стране. Это на сегодня у нас с Рижского вокзала пассажирских поездов отправляется полтора поезда. А в то время, для примера хочу сказать, что только в одну Москву летом отправлялось восемь составов. Давайте вспомним, какие еще были тогда направления из Риги? Летом добавлялось очень много пассажирских поездов. Это был Адлер, Харьков, Сочи, это был Новороссийск, это была Одесса и так далее. То есть целая куча поездов, которые добавлялись в летнее время на период июнь, июль, август и там до середины сентября. Это мы сейчас говорим о 70-х годах, 60-х, 70-х, 80-х. Ну, в основном, так сказать, рассвет этого всего дела пришелся, конечно, на 70-е и 80-е годы. В 1970-м году поехали первые студенты на поездах в составе латвийского студенческого отряда проводников. Как звучит, 1900? Да, это было 50 лет назад, как говорится. Никуда от этого не денешься. Ну, это правда, что вы были тем самым человеком первым, который это движение все инициировал? Честно скажу, что не совсем так. Дело в том, что раньше студенты ездили просто как бы в составе поездных бригад вагонного депо «Рига-Пассажирская». Вагонное депо развешивало объявления по всем вузам, техникумам и так далее, и индивидуально набирало рабочую силу в вагонное депо. В 1970-м году впервые это все образовалось в рамках студенческого движения. Республиканский штаб студенческих отрядов создал отряд проводников, но и я, так сказать, в него пошел, попал, и два года ездил на поездах сам лично. Это 70-й и 71-й. Вот чуть-чуть точно так же, как никто не помнит, что были отряды проводников, вообще вот эти студенческие отряды, пару слов. То есть студенты из всех вузов летом организовывались в отряды и каким-то образом участвовали в работе в народном хозяйстве. Как известно, студенческие строительные отряды участвовали в различных работах на народном хозяйстве в летний период. Это были в первую очередь строительные отряды, с этого как бы все началось. Потом появились отряды не строительного направления, отряд проводников был одним из первых. Ну а дальше пошло уже... Отряд проводников такой элитный. Были сельхоз. Да, сельхоз отряды, да. Медицинские отряды. А, педагогические. Педагогические, да. Для пионерских лагерей. Да. И потом опять же наш небезызвестный лотос, так называемый. Это латвийский отряд труда и воздуха старшеклассников, когда еще несколько десятков тысяч человек начали участвовать в этом деле. То есть летом студенты, учащиеся, были абсолютно заняты вот в этом студенческом отрядном движении. И зарабатывали. Зарабатывали, конечно, тоже. Плюс самое, наверное, уникальное в этой всей истории, что там было очень много романтики, там было очень много товарищества, это была такая школа отношений и, в общем-то, такое совместное коллективное приключение. Ну, конечно. Мы были все молодыми, у нас была, так сказать, энергия, романтика. Мы вообще о будущем не то, что не задумывались, но просто жили сегодняшним днем, как кайфовали, так сказать, от этой студенческой жизни. И если в студенческих строительных отрядах это было гораздо проще, все происходило, то есть, например, отряд уезжал на стойку на какую-нибудь. И строил там себе. Строил, да. Но я имею в виду другое. Я имею в виду то, что они туда приезжали и где-то могли там, так сказать, познакомиться друг с другом. То есть, где-то начинались вечером там песни под гитару, посиделки у костра и так далее. На третий день все уже были друг с другом знакомы. В отряде проводников была своя специфика. Как вы понимаете, студенты обслуживали длинный, длинный, скажем так, пассажирский состав, в которых могло быть до 20 вагонов. И кто-то мог на первом вагоне не знать, кто едет на последнем вообще. И, может быть, и не увидеть за все лето. Поэтому, когда мы создали студенческий отряд проводников, мы перенесли вот это вот все на подготовительный период, который начинался сразу после зимних каникул с февраля месяца. И тогда мы занимали студентов всякими работами. Там были организационные мероприятия, ну, то есть, обучение профессиональное, техники безопасности и так далее. Кроме этого, это была так называемая общественная работа. То есть, мы проводили шефская была работа, военно-патриотическая, спортивные соревнования, смотрбригад. То есть, много-много чего, то, что давало студентам познакомиться перед тем, как они садились на поезд. Поэтому на поезд они садились, они уже все знали друг друга, и мы добивались того, чего мы хотели. А вот такой вопрос о романтике. В России этот студенческий отряд проводников существует до сих пор, очень активно работает. У них есть очень много ресурсов в социальных сетях. И вот, например, 14 марта они провели конкурс «Любовь и железная дорога». И, значит, пары, которые нашли друг друга во время этих летних поездок, там конкурс фотографий, все голосуют, значит, вот это будет лучшая пара. Какие-то личные, романтические, товарищеские истории Володи были связаны? О, Володя пришел к нам с газетами. Вот он сейчас со старыми газетами развернул газету и показывает свадебный альбом латвийского студенческого отряда проводников. И здесь на целом газетном развороте прекрасные молодые люди, очень красивые невесты в шляпках, в бантиках, в белых свадебных платьях. То есть это те пары, которые сложились, да? Да, именно так. Володя, а сейчас поддерживаете отношения? С кем? Со своими женами? Нет, с этими вот, с этими ребятами. Разумеется, поддерживаем. Да, конечно, поддерживаем. Со многими поддерживаем. Вот мы сейчас в преддверии празднования 50-летия латвийского студенческого отряда проводников, которое состоится 17 апреля в Рижском доме Москвы. И поэтому объявили людям о том, что будет это событие. И очень быстро по социальным сетям, по сарафанному радио разбежалась информация о том, что произойдет это мероприятие. И мы сами удивляемся вообще тому, как люди узнают о том, что это будет. И по регистрации, которую мы проводим на сайте www.lsop.lv, мы видим, что зарегистрировались наши бывшие бойцы из Америки, из Канады, из Германии, из Великобритании, из Израиля. Вот вижу здесь пару, фотографию Света и Фима. Эта пара приедет из Германии, да? Да, Света Леках была совсем недавно, недели две назад приезжала сюда для видеоинтервью. Потому что мы делаем фильм, который мы покажем на этом вечере. Вот, довольно интересный, так сказать. И туда входит интервью различных людей, которые так или иначе работали в этом отряде, которые были известны всем и так далее. Светлана Леках была командиром и, кроме этого, несколько лет работала в штабе. И тоже является одним из основных, так сказать, лидеров этого движения, патриотом. Она приезжала сюда и давала видеоинтервью в вагонном депо Рига-Пассажистской на фоне желтого вагона. Это было очень мило, а для нее так вообще. То есть, Володя, вот эти вот годы, этот СОП, студенческий отряд проводников, который просто вот тремя буквами СОП называется, да, все участники не забудут эти буквы. Этот период сыграл в жизни, наверное, каждого какую-то очень важную роль. Как это можно объяснить, что все помнят? Я скажу так, я даже вот думаю о том, что на этом вечере соберутся счастливые люди, по большому счету. Потому что, ну, я уж молчу о том, что они вообще до этого дожили. Счастливый отряд проводников СОП. Да, а счастливые, да, счастливые в том плане, что они могут, будет момент, когда они смогут окунуться в детство, в молодость, в юность, в романтику, в то, что было в то время. А тогда были все патриоты. И я вам скажу просто, чтобы было понятно, в той стране, в Советском Союзе, о которой вы, Оля, только что говорили, существовало так называемое всесоюзное социалистическое соревнование, которое было объявлено ЦК в ЛКСМ, Министерством путей сообщений СССР. И в этом соревновании участвовало 89 отрядов со всей этой большой стороны. Тогда было 15 республик. Да, области, республики и так далее. Так вот, из этих всех отрядов, Латвийский студенческий отряд проводников, в самом первом году завоевал почетное красное знамя. И потом это знамя несколько лет присуждалось именно Латвийскому студенческому отряду проводников. То есть, без всякой ложной скромности мы были лучшие в Советском Союзе. Поэтому те люди, которые работали в этом отряде, они, конечно, были на волне патриотизма. Не всякого сомнения. Интересно, это знамя как-то сохранилось где-то? К сожалению, мы его не можем найти. К сожалению, не знаю. Вот в момент перестройки люди, которые, так сказать, завершали это дело, ничего не могут сказать, куда оно делось. Да там сейчас много ничего нельзя будет найти. Я вот был в вагонном депо, когда Светлана давала интервью. Я посмотрел, даже то здание, четырехэтажное здание, в котором раньше был резерв проводников и сидел штаб студенческого отряда, это четырехэтажное здание стоит абсолютно пустое. Ну а уж в вагонном депо работает на сегодняшний день порядка 150 человек. 150. В то время, когда мы летом давали туда, как я уже сказал, тысячи с лишним студентов, учащихся. А можно еще какие-то цифры, вот сколько вузов участвовало, сколько людей проходило? Практически все высшие учебные заведения и большинство техникумов, да, все участвовали в этом деле, каждый делал свой отряд, причем довольно большой был конкурс туда, там просто так было не попасть, там был такой конкурсный отбор на самом деле. Вот, и студенты, ну, как бы считалось, что если ты не был в студенческом отряде проводников, то ты много чего, так сказать, не увидел. Ты вообще не считаешься. Да, да. Вот Володя пришел к нам в студию с целой папкой, у него каким-то чудом ребята сохранили старые газеты, вот мне, например, было очень приятно, он достал газету, и я читаю свою фамилию, Ольга Авдевич, я делала репортаж, будучи сама еще студентом, на практике в газете «Советская молодежь», у меня было задание сделать репортаж о первом в СССР международном студенческом отряде проводников. И сейчас вот я так посмотрела, у меня в голове не укладывается, как тогда в 80-е годы удалось вам вообще это дело продвинуть, чтобы наши студенты поехали в Варшаву маршрут, Берлин, Прага, то есть при каких-то идеологических препонах, там же, в общем-то, наверное, и КГБ, и материальная ответственность, и идеологическая выдержанность, и вот эти студенты, это был какой, Володя, 80-е? Это был 80-е, там, начиная с 85-го года Интерсоп был, но я начну немножко с другого, я начну с того, что каждый год мы постарались придумать что-то новое, и постоянно этим, так сказать, побеждали в том же соцсоревновании, о котором я говорил, потому что те мысли, которые мы задумывали, их чаще всего ни у кого не было. Ну, например, в 1983 году мы вместе с Леней Химичевым, который в тот момент стал командиром отряда, мы придумали отряд, студенческий отряд «Экспрессис», это отряд, который обслуживал вагоны-рестораны, и такого отряда не было во всем Советском Союзе, это было просто никому даже в голову не могло прийти, что студентов могут поставить вагоны-рестораны, которые полностью обслуживаются студентами, кормили людей, да, ну всё, полностью. Потом в тот же момент мы придумали отряд, который обслуживал билетные кассы. Это тоже была довольно сложная позиция в те годы. Это материальная ответственность. И материальная ответственность, и самое главное, что билетов на поезда было не достать, и этих кассиров тоже требовалось полным-полно. Поэтому мы, когда сделали отряд кассиров, то нам железная дорога была очень благодарна. И вот начиная с 1985 года заработал «Интерсоп». Это уже заслуга Светланы Леках, которая потом возглавила, так сказать, этот отряд. В один прекрасный момент ей пришло тоже в голову, что это можно сделать. Она в Москве нашла контакты, с кем, так сказать, сотрудничать. Потому что этот отряд ездил не из Риги, а из Москвы. То есть отправляли туда студентов в Москву, и оттуда они ездили в Прагу, Берлин, Варшаву и так далее. И это было то, опять очередное новшество, одно из новшеств нашего латвийского студенческого отряда проводников. Здесь вот написано, что на боку нарядного вагона крупными буквами было выведено «Пусть узнает вся Европа имя славное «Элсоп». Латвийского студенческого отряда проводников». Мы действительно были патриотами этого дела, и все те, кто вот… Этот же вечер, который мы сейчас задумали, он только на патриотизме может и произойти. Это люди, которые хотят вернуться в годы своей молодости, которые хотят увидеть своих друзей, своих коллег, и только это заставит их прийти туда. Ну, вообще, 50 лет – это очень солидный срок и очень красивая дата. А я вот, Оля, тоже газету нашла. Я тоже, вот, Володя принес одну газету. Это не ты нашла, это Володя нашла. Володя, да. Это студенты принесли. И здесь, спасибо им, потому что здесь репортаж, который я вот делала с 30-летия студенческого отряда, который отмечали очень шумно. Там же ДК железнодорожников тогда еще, не «Дом Москвы» это был. Да, 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 это был «Дом культуры железнодорожников», который сейчас называется «Домом Москвы». Тут такие фотографии прекрасные, тут, значит, ну, сам Владимир Икусов с массой каких-то медалей и значков, вот, Светлана Леках, Яна Гертнера, которая очень известный врач-фтальмолог сейчас, да, а также Ника Плотникова на снимке тоже есть. Вот, и очень интересные истории все вспоминали. Да, тогда было театрализованное представление на сцене, потому что когда занавес, так сказать, открылся, то зал ахнул. Там был железнодорожный пассажирский вагон в разрезе и три купе вместе с этим, с титаном, так сказать, со служебкой. Для чая. Да, именно так. То есть на фоне этого, так сказать, разреза вагона проходило театрализованное представление, в котором участвовало достаточно много известных людей, вот, особенно… Причастных. Да, ну, там и причастных было к этому делу. И в то же время довольно известных. Это более старые, пожилые актеры Ирина Егорова из театра русской драмы, Лев Бирмани, с которого, к сожалению, нет уже, так сказать, на свете, Юрий Кушпелла. Из театра русской драмы были совсем молодые тогда Ника Плотникова, Вадик Гроссман, Игорь Филиппов, который сейчас в Москве во многих сериалах играет и так далее. И целая плеяда КВНщиков во главе с известной Светланой Барановой, которой, к сожалению, тоже нету. И также нету Леонида Белявского, который был главным режиссером этого представления. В то время он был художественным руководителем Рижского театра русской драмы. И большой специалист по капустникам. Он сделал это дело. Все было очень интересно. Здорово было, очень здорово. А в газете еще и история. Если мы успеем, надеюсь, мы успеем, Володю, спросить еще раз о каких-то интересных вещах и фактах, которые происходили, мы сделаем это во второй части программы. Да, и спросим обязательно, что это такое за заголовок. Тут был Икусов на белой лошади. Белая лошадь – это не просто так. На этой белой лошади – это штабной вагон Сопа был, так назывался. Вот об этом во второй части программы. А также попросим приоткрыть детали, какие можно, о том, что же будет на этом празднике. А сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем программу «Личное утро на Балткоме». И это утро у нас проходит сегодня с Владимиром Икусовым, известным предпринимателем, продюсером известным и директором Балтийского концертного агентства. А говорим мы сегодня об очень важной для многих теме, потому что звучит у нас чаще всего коротенько такое слово, уже звучало в первой части, СОП – студенческий отряд проводников. В этом году исполняется 50 лет с момента образования в Латвии студенческих отрядов. Это был большой период жизни и очень интересный для молодежи. В течение, наверное, 20 лет, чуть более 20 лет существовало это движение студенческое. А Владимир Икусов – вот как раз тот человек, который стоял у истоков и сам возглавлял студенческий отряд. И потом в масштабах республики возглавлял, был руководителем латвийского студенческого отряда проводников. А сейчас он возглавляет празднование. Вот мы в конце первой части обещали историю про белую лошадь. В одной из публикаций, которые принес Володя, как раз рассказывается она. Что такое за белая лошадь? Почему у нас Икусов на белой лошади выезжал? Белая лошадь – это легендарная акция и абсолютно беззаконная, скажем так, с высоты сегодняшнего дня, можно об этом уже сказать. Можно, да, все-таки, не страшно. Раньше это был, конечно, большой секрет, но тем не менее. На самом деле в то время существовало такое дело, как, например, специальные вагоны. Конечно, это можно сравнить с специальным вагоном той же Аллы Пугачевой на сегодняшний день. В тот момент нам удалось один из списанных вагонов СВ вагоном депо Рига-Пассажирское, так сказать, экспроприировать. И мы в нем, у нас была возможность ездить, прицепляя этот вагон к различным поездам, к различным составам. То есть вы штаб туда же ездили? Да, то есть это был штабной вагон, скажем так. Мы ездили на проверки, мы довольно много ездили на проверки везде. И в некоторых случаях, когда уже было там дальше, чем Рига, то мы тогда прицепляли этот вагон к составам и ездили, предположим, в Ленинград, в Вильнюс, в Южном направлении и так далее. Так что, а вагон этот назвали «Белая лошадь» в какой-то просто момент вдруг пришла такая идея. Я как-то увидел эмблему машины Феррари, там, где лошадка стоит, так сказать, на одном копыте заднем. Мне это понравилось, и мы тогда этот вагон назвали «Белой лошадью». Его соответствующим образом оформили, там, значки такие нарисовали на стёклах, салфетки. Ну, вместо чая виски пили? Или как? Как всегда. Как все и везде. Я сейчас вспомнила маленькие эпизоды нашей с Ольгой, журналистской практики. Мы когда-то придумывали праздник для Михаила Задорнова. Как известно, он автор, он получил свою первую, наверное, известность большую, широкую. Девятым вагоном? Да, двумя девятыми вагонами. И мы втайне от него готовили к его юбилею такой праздник в Юрмале. И раздобывали, придумали, что нам надо вагон раздобыть, поставить на песке. Ну, это я даже не буду рассказывать, как это было сложно, это было невероятно сложно. То есть, потом мы его достали, но привезти этот вагон, по песку провезти, вот где начались там самые сложности. Но к чему я это вспомнила? Володя был как раз тем человеком, Икусов, который нам помог, проводниц туда поставил. То есть, вагон был установлен, на нем девятый номер, два вагона. Просто проводниц, это были модели длинного ноги. Да, два девятых вагона, два вагона, да, модели в формах проводниц со стаканчиками чая стояли и встречали ошеломленного Михаила Задорнова. Володя, а вот такой вопрос. В принципе, конечно, все, что связано с этими студенческими отрядами, это такой кусочек, в общем-то, истории страны. Там показательный был момент, когда разваливался Советский Союз и начали возникать первые хозрасчетные кооперативные структуры. И вот этот вот штаб студенческих отрядов, будучи общественной организацией, он имел много льгот. При этом свои хозрасчетные счета. И считается, что оттуда, это была как школа миллионеров, оттуда очень многие люди, которые в верхушке ЦК Комсомола стояли у этих хозрасчетных потоков, потом, в общем-то, очень успешно экономически встали и в независимой Латвии. Все правильно. Республиканский штаб студенческих отрядов и, соответственно, отряда «Лотос», республиканский штаб, они потом перешли под другое название, называлось «Центр трудовых дел молодежи». И там действительно было достаточно много людей, которые в последующем стали успешными предпринимателями. Все правильно. Что касается отряда… А кто оттуда вышел? Я помню, у меня сохранилась черно-белая смешная фотография, когда мы ездили, делали репортаж. Андрис Амерекс идет по свекольному полю, и студенты сидят на ящиках и режут эти хвостики у этой свеклы. Он возглавлял тогда целую зону студенческих отрядов Курзуна. Он был, да, он был в строительных отрядах. Впоследствии, в конце он был секторен ЦК Комсомола, поэтому его функции были гораздо шире. Нельзя сказать, что он вышел именно из студенческих отрядах, но тем не менее из Комсомола он вышел, вне всякого сомнения. А что касается отряда проводников, там была тоже примерная, но другая история. Действительно, они из штаба студенческого отряда проводников превратились в такой хозяйственный кооператив уже. Но учитывая того, что поездов и, соответственно, проводников стало требоваться меньше, то он просто умер после 1994 года. Можно я чуть-чуть тему сменю на сопутствующие? Вот мы, представляя Владимира Якусова, говорим, несколько раз говорили, что он директор Балтийского концертного агентства. Хотим напомнить, что именно этот человек был организатором в Латвии огромного количества очень ярких, очень значимых конкурсов, таких, где участвовали и красавицы, и модели, и артисты, и семьи, и чего только не было. Начиная в 1992 году, Мисс Бюст был конкурс, я вот вспоминаю, очень такой яркий. Потом еще много чего, вот сейчас спросим, Владимир, что самое запоминающееся за эти годы было? Ну, что касается Мисс Бюста, о котором вы упомянули, это очень, как бы сказать, показательная пиар-акция. 92-й год. Да, 92-й год, да, все правильно. Пиар-акция, которую было задумано, запланировано и сделано, и которую почему-то помнят потом на все, на долгие годы. Ну, потому что это было, ну, как для того времени, такое совершенно нетипичное. Революционное. Сейчас уже никого не удивишь, а тогда это было революционное. Да-да, именно в этом весь и смысл, вот, потому что действительно сейчас никого не удивишь, а в тот момент это было, да, в тот момент в Советском Союзе секса не было, и поэтому это, так сказать, было очень-очень возбуждающее. Нет, это очень смело было, да, Володя? А еще Володя был тем человеком, который вот, когда это стало возможно, открылись границы у нас, и появились возможности коммерческой деятельности, привозил в Латвию Тотокутуня, Альбана, Хулио Иглесиаса гастроли делал, Джо Кокера. И мои любимые самые, я вот вспоминаю, это, конечно, Монсеррат Кабалье. Да, трежды, по-моему, да? Благодаря Володе. Три раза. Да, Монсеррат Кабалье, один раз была одна, потом с дочкой, да много было концертов, Иль Дива, Гарри Мур, вот. Не только в Латвии. Да, не только в Латвии, да. Мы в разных странах работали и организовывали там концерты, и, конечно, это большой кусок, в общем-то, моей жизни, моей деятельности. И для Латвии важный. Ну, такие артисты, которые, они приезжали в первый раз, это сегодня действительно как-то, ну, арена Рига, предположим, или там дзинтерский концертный зал полон всего, а в тот момент приезд того же Джо Кокера, например, это было очень, так сказать, интересное, ну, знаковое событие, когда впервые приезжали даже тот же Кутто, Токутуньо, вот, а уж тем более Монсеррат Кабалье, это, конечно, было круто, ничего не сделать. А пять оперных певцов из лондонского Кавангардена. Да, 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 Амичи Форевер было такое, да. А Нина Ананиашвили. Да, звезда мирового балета, концерт такой, звезды мирового балета во главе с Ниной Ананиашвили мы тоже делали в оперном театре. Володя, а с кем из звезд, может быть, у вас сложились какие-то не то что отношения, может быть, впечатления, вот кто, чисто по-человечески, да, тёплые воспоминания какие-то? Я вам скажу так, самое большое впечатление, вот, кто на меня оставил, это была та же Монсеррат Кабалье. И расскажу вам такой случай. Мы делали концерт Монсеррат Кабалье в Таллине. Там здание есть и концерт, это, ну, филармония, бывшая, короче говоря, вот. У Монсеррат Кабалье было в райдере написано, что её гримёрка обязательно должна быть на том этаже, где лифт. И обязательно лифт должен быть из этой гримёрки до сцены. Это было обязательное условие. Когда зашла речь о том, что в Таллине, так сказать, будет этот концерт, то встал вопрос в том, что там лифта не было. Но это был не каприз, это по состоянию здоровья. Да, конечно. Тяжело было просто по лестнице ходить. Именно это, именно об этом я и хотел сказать. Уже в этом возрасте. Мы, конечно, согласовали с менеджментом этот вопрос. И нам дали согласие на то, что она выступит в Таллине, а там довольно высокая, крутая лестница. Которая нужно было подниматься и идти на сцену. Но тот момент, когда я видел, как это происходило, он меня впечатлил надолго, можно сказать, на всю жизнь. То есть человек, у которого были, скажем так, больные ноги и вес, достаточно, так сказать, известно, что она была большого веса. И она подошла к этой лестнице, постояла минутку, настроилась, и она пошла наверх. И это был очень впечатлительный такой момент. Действительно. А с точки зрения каких-то там звездных капризов, подать лимузин, какие-то райдеры, кто самый капризный, а кто самый скромный? Здесь я вам могу привести пример. Ну, во-первых, я скажу, что российские звезды, конечно, гораздо капризнее, чем, например, зарубежные, у которых торописано всё в райдере. А пример из своей, так сказать, деятельности, артистической, могу привести такой. В 92-м году мы делали телевизионный новогодний бал в Дворце спорта, которого уже тоже нет. Это был бал, который вошёл в книгу рекордов Гиннеса Латвии, потому что он был 4,5 часа прямого эфира. И у нас там на этом балу были, ну, все, начиная от премьера Годмани, Раймонда Паулса и так далее, и так далее. И в частности, там на концертной программе были такие артисты. Это Маша Распутина и был известный рок-музыкант Рик Вейкман из Британии. Когда всё закончилось, мы должны были их отправлять в аэропорт на следующее утро. Так вот, практически это было в одно и то же время. У нас было два автомобиля, которые должны были отвезти. Ну, это 92-й год, представляете, да? Один автомобиль Жигули для Маши Распутина и другой там Мерседес для Рика Вейкмана. Когда Маша вышла на улицу и увидела, что она в Жигулях поедет, она устроила нам, так сказать… Разборки. Разборки, да. И Рик Вейкман, который в это же время, так сказать, стоял и хоть не понимая, но понял, наверное, всё-таки, о чём идёт речь… Испугался? Нет, нет, он просто сказал, что я поеду на Жигулях, а она пусть едет на Мерседесе. Спас ситуацию. Вот такая вот капризная была ситуация, да. Хорошо. Володя, а какие планы, вот вопрос о будущем, мы проанонсировали что-то? Ну, во-первых, напомним, что мы ждём всех… Да, 17 апреля. …причастных или кто просто проявит интерес к этому мероприятию. Да, все, кто были в студенческом отряде проводников и всех, кого интересует эта, так сказать, тема, мы ждём 17 апреля в Рижском доме Москвы. А что нужно сделать? Для этого нужно зайти на сайт www.lsop.lv и зарегистрироваться там. Вы получите приглашение. Володя, а это платное или бесплатное приглашение? Те, кто зарегистрируется, для них придёт бесплатное приглашение. Для остальных условия могут быть другими. Так что рекомендуем не откладывать это дело. А что касается будущих планов, то я сейчас работаю над одним концертом, который состоится 17 июня в Дзинтарском концертном зале. Это будет шоу цыганских песен и танцев. «Алюр» из Минска, Минский театр эстрады. Очень большой концерт, красивое представление, динамичные, яркие костюмы. Более 20 человек на сцене. И это просто всем известные произведения, которые всегда трогают за душу. От очи чёрные до дорогой дальней, дорогой длинной и так далее. Поэтому рекомендую, кто хочет хорошо провести вечер 17 июня, оказаться на концерте в Дзинтаре. А что касается, скажем, какой-то программы, которая запланирована для этого вечера встречи выпускников студенческого отряда, что там будет? Сразу могу сказать, что будет интересно. Секреты я бы не хотел приоткрывать, но работает целый оргкомитет над этим делом. И одно могу сказать только, что мы снимаем довольно большой видеофильм о студенческом отряде проводников, который там покажем. Это как бы главное событие, которое будет на этом вечере. Остальное выступление артистов раскрывать не буду, но то, что это будут интересные персонажи, однозначно вам об этом говорю. Ну, хорошо. Раз секретов не рассказываете нам, можно вопрос на засыпку, как руководителю многолетнему СОПа. Сколько зайцев можно спрятать в одном вагоне-то всё-таки? Будут эти тайны приоткрыты? Зависит от фасона этого вагона. Нет-нет, у нас есть талантливые люди в этом отношении. Этот вопрос скорее к ним. Я вам позже назову их фамилии, и когда вы придёте, я их вам предоставлю для интервью, они вам более подробно об этом расскажут. Да, то есть ничего, не откройте нам ничего больше, да? Хорошо. Тогда, значит, ещё раз напоминаем, что в гостях у нас сегодня со своим личным утром Владимир Икусов. Владимир Икусов – директор Балтийского концертного агентства, человек очень известный, который привозил в Латвию звёзд мирового уровня различных. А также он в своё время возглавлял очень долгое время студенческий отряд проводников и сейчас готовит вместе, возглавляет только комитет, да? Да. Володя, а из каких-то лично знакомых, связанных с отрядом проводников, которые разъехались, очень исход произошёл, в общем-то, за последние лет 20 из Латвии, вот людей там, скажем, того поколения, связанных с какими-то, с теми событиями, из каких стран приедут друзья, знакомые? Мы уже сейчас видим по регистрации, что регистрируются и из стран ближнего зарубежья – Украина, Россия, Белоруссия, и из дальнего зарубежья – Америка, Канада, Израиль, Испания, Англия, Португалия есть. Да, Швеция, вот, ну, достаточно много, очень большая география вообще всего этого дела. И как люди узнают об этом деле, я даже не знаю, но, тем не менее, мы видим по регистрации, что люди хотят приехать и хотят увидеться со своими коллегами и встретиться со своей юностью. Это, наверное, уникальная такая история, когда это такое сарафанное радио, это какая-то дружба, которая сохранилась, сложилась и не прервалась. Сравнимо, наверное, как отмечал юбилей Ркига у нас. Да, 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 это будет примерно то же самое. Но Ркига там немножко побольше, во-первых, там они праздновали 50, а 100 лет, не знаю, кто дожил до этого. Ну, и потом это целый вуз, множество там факультетов было. Да, вот. Но, в принципе, вы правильно говорите, это тоже примерно такого же рода событие, хотя и немножко меньшего масштаба. Ну, неужели из Америки прям прилетят люди? Я вам больше скажу, мы искали форму сейчас студенческого отряда проводников для того, чтобы, ну, хотя бы кого-нибудь одеть в эту форму для этого вечера. И мы нашли эту форму только в одном экземпляре, пока нам привезли её именно из Америки. Ничего себе, так давайте кличкинём. Дорогие радиослушатели, те, кто причастен был к этому замечательному явлению, событию, да, если у вас сохранилась форма у кого-то или подстаканник того периода, да, как чай вот этот знаменитый. Именно из Америки передали одну форму, один комплект есть сейчас вот. То есть, получается, что люди, уезжая в Америку жить… Выбирали с собой форму? Так, получается. В багаж запаковали эту форму как память и сохранили, и спустя вот эти несколько десятилетий она вернётся. Я вот вам реальный случай говорю, так что это не… А как эта форма выглядела? То есть, пилотка или там какая-то шапочка? Курточка, это же не самое. Курточки и юбки или брюки, вот, пилотки, конечно, тоже были, и всё это дополнялось светлой рубашкой с галстуком и так далее. Поэтому наши студенты, наши бойцы студенческого теда проводников, они всегда были в форме, всегда были очень красивыми и всегда выделялись на перроне и во время работы, вне всякого сомнения. Да, ну, в общем, всё понятно с этим явлением. Готовьтесь, готовьтесь, те, кто причастен, тем, кому интересно, готовьтесь к этому мероприятию, 50-летию СОПа. Наша программа подходит к концу. И к Володе, вот, наверное, последний вопрос. Какое количество… Можно ли подсчитать и сказать, какое количество личных друзей и очень близких знакомых эти годы в СОПе, в студенческом отряде проводников, принесли лично вам, с которыми продолжаются какие-то отношения? Ну, конечно, таких людей много, в принципе, но есть некоторые люди, с которыми мы по жизни дружим и достаточно много общаемся. Могу назвать того же Леонида Химичева, Юру Симоненкова. Света Лека хоть и живёт в Германии, вот, но, тем не менее, тоже у нас есть какой-то контакт. Дима Фельдман возле неё, там, рядом. Вима. Да. Который был тогда жених. Вот. Потом ещё есть целая плеяда людей, которые постоянно, ну, являясь патриотами студенческого отряда проводников, и самыми первыми откликнулись на вот то, что мы задумали, запланировали. Там, Майя Гарбус, Ира Фельдман, Света Козлова, Юра Кушпелла опять же тот же. Все встретятся. Да. Все это наши, так сказать, люди, которые сразу же… Сергей Тыщенко. Да, конечно. Вот. Так что… Журналист. Да, журналист. Так что таких людей много. Спасибо огромное. Вот нам тут пишут наши радиослушатели, что сайт не набирается. Неправильно вы записали, поэтому он не набирается. Ещё раз напоминаю, 3W, а потом L, S, O, P, да, латвийский аббревиатура, латвийский студенческий отряд проводников. Л, L перед SOP, да, поставьте. Точка. Потом точка L, V. Дерзайте. Удачи, Владимир, вам. Спасибо большое. Всё будет отлично, и всем-всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Я вас тоже приглашаю. Спасибо. Утро на Волткове